Бакс – единственный официальный сотрудник музея, которому на рабочем месте разрешается спать в любое время и в любой удобной пузе. Хозяин позволяет коту занимать часть от своего рабочего стола. Не дубового, но и такой для ученого вполне сгодится. Уважаемый Бакс, какую сказку вы нам расскажете сегодня? Спал, спал, вот опять. Оу, работать, всем работать. К сожалению, сегодня Бакс слишком занят, чтобы уделять нам время на сказки. Оказалось, экскурсии кот не проводит, но сопровождает. Корочку сотрудника он получил еще в апреле и с тех пор трудится вместе с хозяином. Он тоже в этом музее недавно. При обсуждении выставки про цветы общими усилиями решили придать ей такую домашность. Спокойный кот, любознательный, людей не боится. Если его, конечно, не обижают, но здесь его никто не обижает, все его любят. Поэтому с первых дней он прижился и все его с нетерпением ждут и приходят на выставки именно пообщаться с Баксом. Огород кота Бакса – это часть одной из экспозиций музея. Каждое растение здесь посажено руками посетителей. О зеленых заботятся все сотрудники, но ответственная должность смотрителя за посадками досталась Баксу. Этот кот умеет держать в узде свои животные повадки и горшочки не трогает. Не так воспитан. Да и врожденное, по мнению хозяина благородства, не позволяет вредить живым организмам. Пытался в лес пожевать. Ну, так, стыдка. Ну, не особо ему понравилось. Акция под именем Бакса будет идти до 18 мая, а в ночь музеев остановится для подведения итогов. Свои растения при желании посетители смогут забрать домой или оставить в музею. Кто-то проявляет свою заботу и любовь по отношению к животному. Кто-то, не имея возможности по каким-то причинам содержать животных, проявляет эти чувства к домашним цветам, либо к делу, которым он занимается. Либо это просто момент отвлечения, расслабления, хобби. В целом, жизнь как общечеловеческая ценность – главная идея этой выставки. Экспозиция о цветах, которые запустили еще в марте, к Международному женскому дню, будет открыта до 19 мая. По сути, здесь представлено свыше сотни экспонатов, в которых отражены так или иначе цветочные орнаменты, растительные сюжеты. Экспонаты начинаются по хронологии с 18-го столетия и заканчиваются современностью. Здесь мы можем с вами увидеть изящные образцы посуды, еще дореволюционных образцов, советская посуда, очень уникальные книги, относящиеся как раз к 18-му, 19-му столетиям. От предметов быта до интерьерных украшений. Эти цветы, например, создавались руками сотрудников музея. А эта картина – кистью художника-оформителя выставки. На декорирование пространства ушло около трех недель, и даже искусственные лианы и беседки самодельные, а не покупные. На то, чтобы увидеть одну из самых домашних выставок, остается не так много времени. А вот самый популярный музейный сотрудник обещает себя проявить и на других значимых мероприятиях. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.